На Кольский полуостров пришла долгожданная весна, но это не помешало любителям зимнего экстрима. В Мончегорске состоялся супермарафон по зимнему виндсёрфингу и сноукайтингу «Имандра Проджект». Кто преодолел 100 километров по мокрому снегу и добрался до финиша, расскажет Юлия Барабана и Александр Николаев. Маршрут построен. Акватория «Имандры» 50 километров в сторону Экостровского пролива и обратно. На старт 100-километровой дистанции вышло более двух десятков пилотов – представители Мурманской области, Карелии, Архангельска, Зеленограда, Москвы и Санкт-Петербурга. Вчера нас погода немножко удивила, плюс 9 и снег подтопило, поэтому может под снегом водичка быть, но не думаю, что если хороший будет ветер, это создать какие-то препятствия. Чистая акватория, подножия Хибина, в основном ветровые слои достаточно и будет дуть. Соревнования начинаются задолго до старта. Особую роль играет физическая подготовка участника, снаряжение, в котором он выйдет на дистанцию и выбранная тактика. Председатель Федерации парусного спорта Мурманской области Фарид Арсланов выбрал самый большой купол. Перед стартом удлиняет стропу, чтобы поднять кайт как можно выше. Подняв кайт туда, я могу получить либо преимущество перед остальными гонщиками, имея более сильный ветер, либо проблемы для себя, потому что этот более сильный ветер меня просто куда-нибудь утащит. Но тут приходится рисковать, для того, чтобы иметь шансы выиграть. Чем сильнее порывы ветра, тем ярче эмоции на дистанции. Имандра не всегда покоряется даже опытным гонщикам, что добавляет гонке азарта. Вот здесь многозадачная многозадачность, уравнение со всеми неизвестными. Все неизвестные, все, что будет, ты не понимаешь, кто, как себя поведет. В том же стартом створе все может быть по-разному. Готовится к дебюту Оксана Свинцитская из Петрозаводска. Ранее девушка была в команде организаторов, приезжала на гонку наслаждаться видами. Теперь пробует свои силы. Для меня это прекрасная возможность вдохнуть север. Смотрю, как тут кайты себя ведут. И у меня, конечно, кайтовый опыт не такой огромный, как здесь у ребят. У меня буквально еще только первый год. Но мне все равно все интересно, даже если я не выдаю каких-то суперрезультатов. Но надо же с чего-то начинать, ребята! Ежегодно гонки поддерживает Кольская горно-металлургическая компания «Супермарафон» и «Мандра-проджект», закрывающая сезон соревнований. В Манчегорске их проводят более 20 лет. В этом году спортсмены уже встречались на чемпионате России в Новосибирске. В зимнем виндсерфинге первым был Сергей Филин из Архангельска. Мы со всеми гоняли сейчас на чемпионате России в Новосибирске. Абсолютно со всеми. То бишь у нас плотная борьба была там. Обычно первые гонщики финишируют спустя 2-3 часа после старта. В этом году лучшее время 7 часов 3 минуты. В классе сноукайтинг победил Александр Пинешко, сотрудник компании «Нурникель» из Заполярного. На втором месте Фарид Арсланов из Мурманска. На третьем также мурманчанин Александр Игнатов. В зимнем виндсерфинге из-за погодных условий результат посчитали по промежуточному финишу 50 километров. Лучшим в дисциплине стал Сергей Филин из Архангельска. Серебро у манчегорца сотрудника Кольска ГМК Евгения Митрофанова. И бронзовую медаль увезет в Архангельск Дмитрий Корзанов. Юлия Барабан, Александр Николаев, ТВ21+, Манчегорск.